В Абакане в ДТП пострадал мотоциклист. Это произошло накануне вечером на улице Советская. По предварительной информации, автоледи на Тойоте, выезжая с парковки, не уступила дорогу водителю мотоцикла. За рулем Харли Дэвидсона был 52-летний мужчина. Известно, что он был в мотоэкипировке. У пострадавшего закрытый перелом костей голени. По факту ДТП проводится проверка. А в Арджоникидзевском районе пьяный водитель иномарки слетел в Кювет. Водитель Сузуки на агравийной дороге Копьева-Сарала превысил скорость, в итоге не справился с управлением. Автомобиль занесло. Управлял легковушкой 75-летний мужчина. У него травмы головы. Известно, что пожилой мужчина был пьян. Он рассказал полицейским, что поехал на рыбалку, но так как клёва не было, отправился домой по пути, заехав на кладбище. По старой русской традиции пенсионер решил помянуть отца. Теперь он лишится прав и заплатит штраф в сумме 30 тысяч рублей. Докатался и дрифтер из-за базы. Он заплатит штрафы за экстремальную езду по трассе. Инспекторы ГИБДД наткнулись в интернете на видеозапись гонщиков среди живописных красот таежных гор. И всё бы ничего, вот только автолюбитель, который поделился кадрами с подписчиками, дрифтил на дороге общего пользования, грубо нарушая правила дорожного движения. Инспекторы выяснили, что 5 июня вечером компания молодых людей отправилась на 171-й километр автодороги Абакан-Агдабурак, чтобы снять видеоконтент и разместить его в соцсетях. Но ребята привлекли внимание не только подписчиков, но и полиции. В итоге, как сообщает республиканская ГИБДД, водитель ВАЗа привлечён к административной ответственности по нескольким статьям. Он заплатит 5000 рублей за выезд на встречку, ещё полторы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и 500 рублей за внесение изменений в конструкцию автомобиля. Новый случай. Под предлогом получения компенсации жительница Баградского района лишилась крупной денежной суммы. Пострадала доверчивая жительница села Сарагаш. Ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что сельчанке якобы положен кэшбэк по размере 8000 рублей за использование банковской карты. Обрадовавшись, сельчанка сообщила финансистке номер карточки, а также трёхзначный код на её обратной стороне, после чего со счёта были списаны 16,5 тысяч рублей. Установлено, что аферисты звонили жительнице Хакаси из телефонных номеров, зарегистрированных в Воронежской области и Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.